Всем привет, с вами Токи, и сегодня я нахожусь на РМРП, где буквально на днях завезли обновленный Москвау Сити, который вы можете видеть у меня на фоне. Так что разумеется, все это заценим, покатаемся, а также познакомимся с новым квестовым персонажем. И если что, посетить виртуальную Москву можешь и ты, поэтому заходи на РМРП по ссылке в описании и знакомься с улицами столицы вместе со мной. Ну а также не забывай ставить лайк и подписываться на канал, а мы погнали. Итак, смотря, находимся возле ворот, где написано машину ворот не ставить, я собственно сегодня подготовился, я смекалистый парень, купил себе мотоцикл специально для этого ролика, потому что хочется быть маневренным, ведь сегодня есть нам на что посмотреть. Например, если мы вот подойдем сюда, ты посмотри, какая красота, ребята, да, обновленный Москвау Сити нам подвезли разработчики, мы обязательно сегодня на него посмотрим. А также я бы хотел вас познакомить сегодня с новым квестовым персонажем, которого добавили в одном из недавних обновлений, выполним его задание, посмотрим, что за него дают вообще, в принципе, если там вообще какая-то ветка квестов, поэтому заняться сегодня есть чем. Сегодняшним ассистентом в съемке этого видеоролика у меня является Данила Киповский, небезызвестный секс-гигант, который уже, я не знаю, что он делает, короче, ну давай я ему пальчиком пощекочу его пальчики, короче. Нам тут недалеко идти, я скрыл весь интерфейс, потому что, честно говоря, есть всякие вот эти вот уведомления в чате, всякие подсказки, которые меня напрыгают, поэтому я решил, что лучше бы их нам отключить, дабы они не мозолили глаза. Тут такая кроля, да ты шо, посмотри, Вероника какая. Собственно, давайте с ней поговорим. На самом деле, у меня никакого диалога с ней сейчас не сможет завязаться, потому что я уже ранее брал у нее квест, и скорее всего она сейчас просто скажет, типа, чё тебе надо, дурак? Девушка демонстративно молчит. Э, алё. Ну, собственно говоря, после этого с нами любая бы женщина перестала общаться, точно так же, как и Вероника. В свою же очередь, Вероника дала нам квест на выполнение шести грузов, да, насколько я помню, курьерских. Поэтому нам нужно отправляться в сторону курьерки, если я не ошибаюсь, эта контора называется Дедовой линией, правильно? Купи говно, поддержи домашнего производителя. Очень приятно, ребята, это был последний видос по РМРП, всем пока. Хочется мне поскорее выполнить это задание, потому что интересно, быть может, Вероника нас как-нибудь отблагодарит. И я недаром выбрал именно такой маршрут, потому что я хочу проехать через Москва-Сити. Посмотрите, как это всё красиво выглядит. Я сейчас на более реалистичного какого-то представления Москвы в играх я не встречал. Поэтому, когда я здесь еду, меня это прям всё впечатляет и впечатляет именно масштабы. Вот тут я в ДТП попал, кстати, уже на мотоцикле, успел один раз. На самом деле и правда, я какой-то довольно рисковый транспорт взял, учитывая то, что тут много кто у нас выезжает на встречки. Много кто у нас может просто-напросто протаранить или подрезать, поэтому, конечно, я действительно рисковый парень. Итак, а где работа? Вот сюда? Да, я типа знаю, здесь не работаю. А вон, маркер есть здесь? Так, отлично. О, собачки трахаются. Зачем они обновили это здание? Но, сука, работу перенесли. Возможно, нужно где-то устроиться и приехать сюда уже непосредственно за грузами и так далее. Maybe, но я не упущу возможности сделать вот так. Ой, сука, я трюкач. Кстати, зацени превьюшку к этому видео. Её сделал братишка Рейник, у него есть своя группа, в которой можно заказать оформление для своих проектов. От превью на видео до шапки с аватаркой на канал. Так что, если тебе нужно качественное оформление, обращайся в его группу по ссылке в описании. Вот, да, вот, смотри, вот, дедовые линии, грузоперевозка. Короче, халупа с вокзала переехала сюда. Потому что это буквально то же самое здание почти, что окей. Смотри, чёрные мужчины. Это просто гэнгст-криминал движения. Вот я так еду и просто налево хочется смотреть, потому что до этого момента казалось, будто Москва какая-то провинция. Потому что всех этих модных... Ой. Ой, б***ь. Извини, брат, случайно. Кот Котович. Дима Овенсайт сменил имя на Кот Котович. Приятной игре, РП Ник. О, смотри, тут чувачков добавили. Вот раньше их не было, кстати. На твоей карте появится маршрут фиолетового цвета. Вези посылку туда. Так, всё, собственно говоря, я загрузил посылочки. И у меня первая точка находится от меня в расстоянии трёх километров. Б***ь. О, боже мой, меня и прижало. Я достал посылку. Несу какую-то огромную коробку. Судя по всему, это кресло компьютерное, игровое. Своему подписчикчику. Я доставил, как будто это Амазон, понял, в Америке, типа. Ой, сейчас буду хитрить. Я сейчас через БУ рынок сокращу. И одновременно с этим засвечу тоже пацанам на видос. Типа, дескать, посмотрите, сколько тут тачек можно купить и сыр. Просто-напросто. У меня сейчас вылетит, нахуй. Судя по всему, потому что у меня пролагало. Это реальные люди поставили. Это не боты, мой врод. Сколько тебе ещё осталось жить? Я всё выполнил. А. Судя по всему, я тебе потом откат покажу. Это очень, во-первых, смешно. Во-вторых, я так сейчас, ну, в реальном я нахожусь. Как здесь проехать по-правильному? Я запутался. В Москве первый день патек. Я вообще не местный, да и без прописки. Закончить рабочую смену. Так, сколько я получил денег? А, 5400 рублей и 60 опыта. Слушай, можешь меня отвезти на автостоянку, чтобы я сел в мототикл? Давай, Москва от первого лица, поехали. Аккуратнее, ребят, это встречка. Давай, обгоняй, шашка, шашка, шашка. Что ты делаешь? Чувак от первого лица, это очень круто. Ты очень крутой от первого лица. Семья, это самое главное. Ой-ой-ой, тут все по встречке едут. О, боже мой, чёрт побери. Это мы в аптенце. День самоуправления, бля. Ты какой-то тут. Так, ладно, поехали к женщине уже, я тебя буду ждать там. Я уже у неё. А, ну что, тогда я подъезжаю уже. Поговорим давай с этой женщиной. Э, алё. Далее Вероника должна узнать у вас, что вам нравится больше, госфракции или Крайм. Но в моём случае, по завершению квеста, она не хотела со мной общаться, из-за того, что я уже состоял во фракции. Ну и раз с Вероничкой диалог тупо не клеится, мы поехали смотреть Москва в Сити. Сука, мощности не хватило, тебе автоподставы устроить. Ну смотри, а теперь, когда мы уже не обременены работой, можем как следует посмотреть, что здесь происходит. Бэха классно пролетает, и буханочка так красиво пролетела. Смотри, а у нас здесь есть высотные здания, в которых действительно продавались квартиры, которые можно было приобрести. Но не успел я приобрести себе недвижку здесь, хотя очень бы хотелось. Я вот пытаюсь сейчас визуально найти, где находится, ну так называемый, подъезд, да? Во, я нашёл. Рядом с заправкой, рядом с заправкой. Вперёд, едь, вперёд, едь. Ну куда ты сбиваешь? Я ещё заранее это сказал. Ах, у меня все текстуры прозрачные. А у меня всё идеально, чувак. Я просто получаю максимальный гейминг experience. Because I stay in floor... 31, 2, 3... 38 floor in Moscow. It's so cool. Переводы нужны там. Я, короче, внизу субтитры пущу. Я хочу теперь найти, попробовать парашют. И если будет такая возможность, спрыгнуть с этой крыши. Благо, мы находимся в Moscow City. Видите, все магазины у нас здесь находятся буквально в шаговой доступности. Вау. Да, быть может быть, это всё ещё тот же изменённый какой-то интерьер из GTA 5. Но всё равно выглядит он органично. Пасеки, а парашюта тут нет. Придётся, судя по всему, без него прыгать. Я хочу кому-нибудь на дорогу выпрыгнуть, чтобы поехал. Или типа, чтобы потом в Telegram запостили. Ну-ка, полетел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чё ты, а чё ж ты так падаешь, плашмя, дурак? Ух. Сфоткайте в Telegram, парни. Ну что, ребят, такое вот приятное обновление маппинга завезли на РМРП. И я надеюсь, что после этого видоса у вас появилось желание самим зайти на сервер и погулять по Moscow City в поисках Старбакса, чтобы купить себе Ice Latte. Так что буду ждать вас на сервере, ну а на сегодня это всё. Спасибо, что досмотрел до этого момента. Благодарю тебя за твой лайк, а также за подписку на канал. Ну а с вами был Токи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok